По традиции в День независимости работает выездная студия СТВ. В Верхнем городе мы говорим о достижениях Беларуси за годы суверенитета с участием интересных гостей. Диалог дополняет серия тематических репортажей. И прямо сейчас передаем слово Екатерине Забенько. Катя, с праздником! Добрый день, коллеги! С Днем независимости! Сегодня не устаю повторять эти слова. Мы вновь в выездной студии прямого эфира. У нас уже здесь праздник шагает вовсю. Около Дворца спорта работает продовольственная ярмарка. Надеюсь, заметно, сколько людей она собрала. И там представлены самые разнообразные блюда. Уверяет наш корреспондент Ангелина Шигалева. Ангелина, добрый день! Вы обещали немного подсластить наш эфир. Добрый день, студия! Мы буквально в нескольких метрах от вас, около Дворца спорта. Здесь разместилась традиционная ярмарка, чего только нет. Глаза разбегаются, не знаешь, на каком блюде остановиться. Конечно же, здесь и ароматный шашлык, запах наверняка до вас доносится. Драники, блины на любой вкус. Хотите с рыбой, хотите с творогом. Наваристая уха и даже освежающий холодник. Холодник – это шедевр. Потому что мое любимое русское блюдо – это окрошка. А у вас есть еще холодник. Это новая интерпретация вот этого. Ну, это для нас новая. У вас-то это давно. Но мне очень понравился. Холодник, ну, понятно, дураники – это красота. Кстати говоря, очень здорово, что сейчас в России, ну, я сам из Москвы, очень много магазинчиков белорусских, белорусские продукты. Очень много появилось. И продукты настолько качественные. Вот просто это, ну, правда, это очень заметно. Мы второй раз уже в Беларуси. Первый раз мы были в городе Гродно. И в этом году мы решили посетить Минск абсолютно спонтанно. И так получилось, что у вас сегодня день независимости – это вообще очень классно. Мы попробовали национальную вашу еду. Мы попробовали мочанку, да. Мы попробовали холодный суп. Да, только он немножко по-другому называется, нежели у нас, потому что мы из города Риги. Вот. А сейчас мы попробовали здесь шашлык. Мясо прям вкусное, тает. Оно прям, ну, вот прям мясо, знаете, ничего лишнего. Всегда на праздники, на такие большие, я всегда приезжаю. Именно на Немигу мне нравится здесь гулять, потому что здесь всегда разворачиваются очень большие такие гуляния, палатки. Стараемся всегда попробовать какое-то разнообразие. И всегда все вкусно, тем более в такой атмосфере вкусно все. Как говорится, лучше один раз попробовать. Сегодня у каждого есть возможность насладиться вкуснейшими блюдами. Ну и вы, студия, когда закончите, присоединяйтесь. Ну а я пока что-нибудь попробую. Спасибо, Ангелина. Вот так вкусно и сытно на столе белорусов сегодня, безусловно, без картофеля не обойтись. Наша страна входит в двадцатку крупнейших производителей в мире. Второго хлеба и лидер по объему полученного продукта на душу населения. На одного человека приходится свыше 500 килограммов. Блюда из бульбы давно стали национальной фишкой. Драники едут отведать туристы. Картофель фри. Есть ли у нас сорта, которые подойдут для приготовления этого блюда? Спросим у нашего гостя, Вадима Леонидовича Маханько, генерального директора научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодовощеводству. Вадим Леонидович, здравствуйте. С Днем Независимости. Добрый день. Спасибо. И вас также. Ну да, говорим о картофеле в День Независимости, что абсолютно логично. Заговорили о картофеле фри. И есть ли у нас сорт теперь этого картофеля для того, чтобы накормить таких белорусов картофелем фри? Что удивительно, не один сорт. Есть несколько сортов и белорусской селекции, и иностранной селекции, которые на сегодняшний день используются для производства этого продукта. Вадим Леонидович, еще такой очень важный вопрос. Может ли нас чем-то на сегодняшний день еще удивить картофель? Потому что мы думаем, что мы знаем о нем абсолютно все. Ну, дело в том, что я уже больше 30 лет занимаюсь картофелем. И чем дальше, тем я больше понимаю, что я о нем ничего не знаю. Вот. А что касается рядового потребителя, мы каждый год радуем как минимум одним новым сортом, который отличается и по скороспелости, и по устойчивости, и по цвету мякоти, а самое главное, по вкусовым качествам. Потому что мы, белорусы, это наш национальный продукт, и мы знаем толк картофеля, и мы любим наш естественный белорусский картофель. А скажите, а чем могут отличаться сорта картофеля по вкусу? Вот вы сколько сортов можете вслепую отличить? Ну, вслепую отличить очень трудно. Очень трудно. Ну, по вкусу, по вкусу, да. По вкусу, в любом случае, среди большого набора сортов, белорусский картофель можно всегда отличить. Он имеет очень специфический вкус, он мучнистый, и его можно есть без масла. Есть музей картофеля, есть памятник картошки, их даже несколько по всей Беларуси. Как вы считаете, заслужены ли? Естественно, естественно, потому что картофель – это один из гарантов нашей продовольственной безопасности. Картофель всегда в Беларуси любили, выращивали, и в дальнейшем будут выращивать. В последнее время много говорим об изменениях климата. Как это влияет на сорта картофеля? Как отражается? Дело в том, что картофель растет практически по всей планете. За исключением, может быть, только Антарктиды. И что приятно, что в этом году мы убедились, что белорусские сорта картофеля прекрасно себя чувствуют и в Африке, и в Южной Америке. Так что то потепление, те засухи, которые есть, да, они влияют на картофель, но без картофеля мы точно не останемся. Наши сорта растут по всему миру. Ну и самое важное, каков экспортный потенциал нашей плодовощной продукции? Мы производим и картофеля, и плодов, и овощей по разным, так сказать, наименованиям. Как правило, больше, чем необходимо нашей маленькой, но гордой и горячо любимой нашей стране. Поэтому мы всегда готовы поделиться с нашими соседями. И я уверен, даже несмотря на какие-то изменения и климатических условий, и погодных условий, даже в текущем году картофеля хватит и нам. И сможем примерно до трети произведенного урожая поставить на экспорт. То, что касается других белорусских овощей, что можно сказать о перспективах этих позиций? По экспорту. Морковь, свекла, лук, капуста. Вот эти четыре овоща, основных наших, наш борщевой набор, нам хватит и готовы поставить на экспорт. Ну что ж, спасибо огромное за такой вкусный диалог еще раз с Днем Независимости. Спасибо. В свое время Беларусь сделала ставку на развитие сельского хозяйства. Как результат, обеспечили собственную продовольственную независимость. Наша страна полностью кормит себя на основе собственного производства. Это еще плюс большой запас. Уровень обеспечения себя молочкой свыше 260%. Наши аграрии вносят весомый вклад и формирование мирового рынка. Беларусь входит в топ-5 экспортеров молочных продуктов. За каждой цифрой в первую очередь стоят люди и традиции для того, чтобы на наших столах всегда был свежий хлеб и вкусные молочные продукты. Аграрии трудятся. Круглый сезон. О них наш сюжет с полей. Последние годы у соседей по карте невероятный интерес к тому, чего и сколько собрали наши труженики села. С точностью до наоборот из-под пера европейских СМИ вылетают невероятные новости. Сначала картофельный переполох, мол, разучились выращивать. Потом исчезновение гречки досталось даже семенам свеклы. Продукты питания не раз становились объектом фейковых новостей. И пока эксперты утверждают, что именно в этом году мир ждет величайший продовольственный кризис, белорусы своим трудом доказывают. Нас это точно не коснется. Свою продовольственную безопасность самостоятельно обеспечиваем не первый год. Удалось вырастить лучший урожай зерновых за последние пять лет. Мы продолжаем продавать свои продукты по всему миру. Мы немножечко так себе не доверяли. На сегодняшний день мы поняли, что мы можем производить качественно, мы можем производить много, мы можем обеспечить себя и тех, кто хочет нашу продукцию потреблять. Поэтому уверенность это очень многого значит. И для специалистов, и для руководителей аграрной отрасли, для всех. Сильный аграрный сектор – это не советское наследие, которое досталось Беларуси. Оно не упало с неба, а по крупицам создавалось руками белорусов. Это упорный труд каждого сельчанина. Это бессонные ночи ученых, которые работали над сортами белорусской селекции. Санкции лишь подтвердили. Ставка на свой продукт – лучшая подушка безопасности. В списке оригинальных семян все больше отечественных. Санкции только сильнее подтолкнули нас к тому, что мы развивались в направлении производства новых сортов и создания новых сортов культур, как основных сельскохозяйственных, так и нетрадиционных. И как раз таки в последние годы одним из трендов нашей академии стала селекция пряно-ароматических, эфирно-масличных, лекарственных растений. И за последние годы более 20 сортов общими усилиями, большим коллективом-автором создано таких культур, как базилик, укроп, кориандр, нигелла, душица. Стратегическая база важных культур, такие как пшеница и очмень-овез, заполнена в полном объеме. Помните, как высоко с президентских полей взлетел наш буслик, зимостойкий озимый очмень? Сегодня на экспериментальных полях главы государства, которые уже стали взлетной полосой для перспективных культур, подрастают и ждут вердикта специалистов подсолнечник, соя, люпин. В последнее время нами создан ряд сортов перца сладкого, кубовидного, толстостенного, различных цветов, красного, желтого, которые в настоящее время проходят внедрение в сельскохозяйственное производство. За 32 года работы через руки Михаила Бородькина прошли почти 3000 образцов. Результат научного коллектива более 50 новых сортов перца и томатов. Некоторые есть даже на грядках у президента. А ведь именно Александр Лукашенко подтолкнул горецких селекционеров не сдаваться и создавать такие белорусские томаты, которые смогут уверенно держать удар фитофторы. Это было на Дожинках в 2012 году, когда он приезжал сюда к нам. И вот именно на самих полевых, так сказать, этих всех выступлениях он сказал, что томаты тоже должны белорусские быть в Беларуси для открытого грунта. Не говорить, что фитофторы все съедают. У нас есть все предпосылки, чтобы наш стол был вкусным и разнообразным. А излишки принесли стране хорошую выручку. Беларусь делает ставку на крупнотоварное производство, которое, надеемся, так же крупно и сыграет. Сегодня мы делаем упор на такие новые для нашей страны продукты, которые получили свое развитие благодаря когда-то тому, что они импортировались. Это, допустим, специализированная мясная говядина. Мы этому уделяли немного внимания. Сегодня мы развиваем эту отрасль. Мы развиваем сегодня овцеводство. Мы развиваем сегодня козоводство для того, чтобы предложить покупателю те элитные сыры, которые из козьего молока вырабатываются. Можно баранину предложить, производить свою шерсть и другие виды продукции. Сегодня почти каждый шаг белорусских аграриев сопровождает цифра. Эти технологии все глубже проникают в сельское хозяйство. И вот уже над полями Синеокой летают агродроны. А будущим механизаторам отрабатывать полевые маневры помогает виртуальная реальность. Но какой бы прогрессивной ни была цифра, сельское хозяйство невозможно без человеческих рук. Развитие сельского хозяйства за эти годы позволило даже меньшим количеством людей, работающих в сельском хозяйстве, за счет производительности новых технологий, позволяет вести еще более интенсивно ведение агропромышленного комплекса вперед. Конечно, это все благодаря нашим людям, ведь и новую технику и оборудование технологическое надо освоить. Нашим людям это удается, обучаемся, изучаем и успешно внедряем эту технологию. И она позволяет идти нам вперед дальше, еще с более лучшими результатами. Со временной независимости Республики Беларусь, когда наше государство стало самостоятельным, развитие сельского хозяйства в то время, ведь с продуктами питания не было обеспечено сильной Республикой Беларусь. За эти годы прошедшие Республика прочно стабилизировала производство сельскохозяйственной продукции и позволяет продавать ее на экспорт, тем самым зарабатывая деньги. Но на душу населения продукты обеспечены на самом высоком уровне мировом продуктами питания наших людей. Результаты аграрной стратегии оправдывают вложенные усилия. За труд земля благодарит белорусов урожаем, а именно в нем наша аграрная независимость. Юлия Мычка, Василий Лосенков, Татьяна Сидоренко, Анжелика Истоиния, СТВ. Что ж, продукты, сделанные в Беларуси, знают как минимум в 100 странах. Такова география поставок. Сегодня мы одни из основных экспортеров продовольствия в мире. В прошлом году по внешним продажам аграрий вышли на рекорд. Это свыше 8 миллиардов долларов. Подробности нам расскажет Ксения Георгиевна Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Добрый день, Ксения Георгиевна. С праздником, с Днем Независимости. Здравствуйте, с праздником. Такой сильный ветер доносит до нас запах шашлыка с ярмарки около Дворца Спорта. Обратите внимание, сегодня столько гуляющих по городу. Каждый может позволить себе что-то приобрести на ярмарке, на фудкортах, зайти в ресторан, купить продукты домой, к праздничному столу. Я думаю, что все это благодаря продовольственной безопасности, которая успешно обеспечивается в нашей стране. Действительно, Республика Беларусь себя обеспечивает в полном объеме основными группами продовольственных товаров. Это и мясомолочная группа товаров, это картофель, овощи, масла растительные, яйцо. То есть за счет собственного производства мы обеспечиваем внутренний рынок и есть ресурсы, достаточные для поставок на экспорт этих видов товаров. Как вы думаете, в каком количестве стран на сегодняшний день на праздничном столе, да, говорим сегодня о празднике, могут оказаться белорусские продукты? Ну вот недавно прошел форум регионов Беларуси и России, и, конечно, наша продукция, она доказала свою популярность. В 72 регионах Российской Федерации она представлена. Кроме того, более 100 стран мира она экспортируется. Это и Российская Федерация, страны СНГ, кроме Российской Федерации, азиатский рынок, африканский континент. Ну что ж, продолжаем завоевывать, я так понимаю, новые рынки. Кто следующий? Конечно, мы работаем и на традиционных рынках сбыта, и будем продолжать работать. Но, конечно, это азиатское направление, это перспективное направление. А страны Африки, которые тоже отдельные страны, они не менее платежеспособны в сравнении со странами азиатского региона. Как вы думаете, какие продукты, может быть, больше полюбились потребителям за границей? Потому что участники форума регионов рассказывали нам о том, что в пятизвездочном отеле с утра подают белорусские йогурты. Это удивительно, очень приятно. Наша продукция, она действительно на качестве, она популярна везде. Это и молочная продукция, и масло, наши сыры, и цельномолочная продукция. Из мясной продукции это колбасные изделия, мясные консервы. Поэтому вся наша продукция, она качественная и вкусная. Конечно, а в праздник не хочется говорить, но, тем не менее, я думаю, что сегодня можно отметить, что санкционную политику мы все-таки побеждаем. Действительно, экспорт нашего продовольствия, он растет. И если были некоторые проблемные вопросы, связанные с логистикой в прошлом году, то они решены. Сейчас мы используем логистическую инфраструктуру портов Санкт-Петербурга, Владивостока. И наша продукция, она экспортируется на рынки третьих стран и через инфраструктуру вот этих портовых портов. Кроме того, запущен Евразийский агроэкспресс. Это позволяет осуществлять отгрузки мясной и молочной продукции железнодорожным транспортом в Китай. Мы говорили с вами уже о форуме регионов, масштабное событие, где было заключено рекордное количество контрактов. Но, тем не менее, еще Белагра остается нашим, наверное, главным белорусским брендом, где представлено абсолютно все, от продуктов до сельскохозяйственной крупной техники. Каковы результаты? Как вы оцениваете в этом году? Действительно, Белагра – это наша визитная карточка. Там представлены основные группы пищевой продукции, сельскохозяйственная техника, оборудование. И в этом году выставка показала рекордное посещение жителями нашей страны. Кроме того, состоялись визиты по 37 регионов Российской Федерации посетило нашу выставку. Кроме Российской Федерации, это и Сирия, Монголия, ЮАР и другие страны. Заключены контракты. Это и с Кенией на поставку молочной продукции, и с Кубой. Кроме того, по итогам выставки также заключаются контракты на отгрузку продовольствия. Я думаю, что огромные перспективы еще у этого форума. Я думаю, что он вырастет в своих масштабах в будущем, потому что пользуется огромной популярностью. Конечно. Мы продлили этот форум и включили выходные дни. Но это мы сделали для наших жителей, чтобы у них было больше возможности ознакомиться с развитием агропромышленного комплекса нашей страны. Добавили в программу спортивно-развлекательные мероприятия. Это, конечно, дало свои результаты. Выставка наша пользовалась заслуженным успехом. Ну что, к нам хочет зайти Ангелина. Я просто увидела ее с таким замечательным набором. Добрый день, студия. Я только со съемки была на ярмарке у Дворца спорта. Как говорится, от нашего стола к вашему. Угощайтесь. Еще горяченькие и тепленькие. Спасибо огромное, Ксения Георгиевна. Какой же день независимости без драников, без этого замечательного блюда. Спасибо, Ангелина, что не забыла про нашу просьбу. Обязательно отведаем наших белорусских традиционных драников. И на такой сытной ноте присоединяемся к многочисленным поздравлениям. Мы продолжаем следить за событиями этого дня. Самые вкусные подробности уже в следующем эфире. С Днем независимости Беларусь. Что ж, мы попробуем. Все-таки я, с вашего позволения, отведу драникам. Без этого праздник можно будет считать вряд ли полноценным. Студия, вам слово, надеюсь, вы не очень голодные. Не соединяйтесь, пожалуйста. Спасибо. С нами была Екатерина Забенько. Спасибо. Мы говорим всем, кто работает в выездной студии СТВ. В Верхний Город мы вернемся в вечернем выпуске.